здравствуйте ребята я всех поздравляю с хорошим деньком хорошая погода солнце светит облачка на в небе жить и радоваться сегодня я вам хочу показать удивительный продукт из которого я хочу построить пристрой вот к этому дому здесь будет лестница на второй этаж так как то лестница который сейчас идет на второй этаж она очень крутая по ней неудобно ходить я хочу сделать комфортную лестницу и увеличить площадь моего дома для этого я приобрел бетономешалку и буду изготавливать удивительный строительный материал из опилок из вот этих вот опилок опилки как известно считаются отходным материалом но они у меня пойдут в дело из них я построю теплый крепкий и прочный дом для этого я беру цемент для удобства покупаю мешок 25 килограммов это друзья фибра полипропиленовая для укрепления раствора связующие вещество я его добавляю ведро с водой размешиваю чуть-чуть самую малость как сказать жменьку хорошенько все это хозяйство в ведре я перемешаю чтобы каждое волокно было отдельно в этом ведре плавала и потом это ведро заливаю бетономешалку еще один гендегриент это жидкое стекло оно также дает необходимую для раствора прочность увеличивает срок затвердевания самого раствора самую малость примерно пол стакана на одно ведро я делаю также хорошенько размешать и раствор готов в отдельном ведре я размешиваю известь известь нужна для увеличения крепости материала опилка бетона известь необходимо для отпугивания грызунов насекомых и против образования плесени нежелательной известь берем примерно 1 литр на 1 замес раствора можно взять как гашеную известь так и не гашеную известь выливаем бетономешалку засыпаем туда 6 ведер опилок одно ведро цемента и перемешиваем изготовил необходимую вещь крышку для бетонной мешалки засыпаю пол мешка цемента 25 килограммового и прокручиваю бетонной мешалку далее добавляю одно ведро песка также даю немного перемешать когда все индигренты уже на месте можно смочить одним ведром воды все можно закрывать бетономешалку ставите в горизонтальном положении чтобы раствор хорошо промешал и дать поработать минут пять а 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 Опилка бетонной блоки характеризуется наличием в составе особого наполнителя, это древесные опилки, а связывающим является цементный раствор. Особенно надо учесть, что цемент надо применять в марке 500. Такие добавки, такие как нитрат, хлорид кальция, можно добавлять жидкостекло или сульфат алюминия. Конечно, особый состав опилка бетонных блоков определил наличие отличного других материалов, набора свойств. Марка морозостойкости опилка бетонных блоков может достигать 50 циклов. Данный показатель означает, что основные показатели опилка бетона значительно не снизятся дальше после 50 циклов оттаивания и замораживания. Несмотря на содержание в составе компонентной из древесины, опилка бетон не горит и препятствует этому затвердевший цементный раствор. А что касается экологичности, то в ней усомниться нет оснований, так как рассматриваемый состав, мы могли убедиться в этом, опилка бетон не содержит ядовитых веществ. Также отличные звукоизоляционные характеристики. Стены, возведенные из опилка бетона, дышат. Отношение паропроницаемости равно 30-40%. Однако следует учесть, что опилка бетон способен к влагопоглощению. Именно поэтому он нуждается в наружной отделке и верной защите. В противном случае отрицательных последствий возможно и не избежать. Под воздействием влаги начнется процесс разрушения изделия, его структуры. Существует ошибочное мнение, что арболит и опилка бетон это одно и то же. На самом деле между ними достаточно существенное отличие. В составе арболита нет песка и в нем применяют калиброванную дробленую щепу определенных размеров. Именно она выполняет армирующую роль в блоках. Получается крепкий, но пластичный материал. В опилке бетоне таких преимуществ нету, так как опилки не обладают подобными свойствами. Итак, главным достоинством строительного материала опилка бетона является низкий показатель теплопроводности. В домах из этого материала в жару хорошо сохраняется прохлада, а зимой тепло, что позволяет свести к минимуму расходы на отопление в холодное время года. Высокие теплоизолирующие показатели конструкционного материала дают возможность обойтись без дополнительного утепления стен. Далее прочность. Блоки можно использовать для возведения несущих стен построек высотой до трех этажей. Экологическую чистоту и безопасность материал не выделяет вредные для здоровья вещества или микрочастицы. Негорючесть. Блоки выдерживают без воспламенения двухчасовое воздействие пламени и температуры до 1200 градусов. Паропроницаемость. За счет пористой структуры обеспечивается воздухообмен через стены и выводится излишки влаги. Это обеспечивает благоприятный микроклимат в доме. Хорошие шумоизоляционные показатели. Стены и перегородки поглощают звуковые волны, что способствуют акустическому комфорту. Но также морозостойкость. Многократное замораживание и оттаивание конструкций из опилка бетона не приводят к их разрушению. Легкость в обработке. Опилка бетон легко пилится и сверлится, устойчив к растрескиванию и появлению сколов. Естественно, удобство в монтаже. Блоки достаточно объемные и при этом имеют небольшую массу. Конечно, масса у опилка бетонных блоков в два раза выше, чем у арболита. Долговечность. При условии эффективной защиты от влаги, конструкции из блоков служат десятилетиями. Но естественно, доступная цена. Использование отходов в производство опилок существенно снижает себестоимость материала. Опилки можно приобрести и бесплатно. Некоторые пилорамы отдают эти опилки безвозмездно. Только вывози. Ну естественно, еще и возможность самостоятельного изготовления, как это делаю я. Используется доступное органическое сырье. Можно делать блоки из опилок и цемента своими руками. Также блоки, вернее, нет, не так сказал. Также стены дома. Можно изготавливать и монолитным строительством. Изготовление опалубки и заполнение опалубки раствором опилка бетона. Путем трамбования уже по месту в опалубке. Но об этом поговорим чуть позже. Для изготовления наружных стен дома необходимо возвести наружный цоколь из кирпича или бетона. Высотой не менее полуметра от уровня отмостки. Так как опилка бетона является достаточно высоким водопоглощением. Также нам необходимо предусмотреть вылет карнизов за плоскость стены на расстояние не менее полуметра. Ну и оборудовать кровлю водосточной системой. Чтобы меньше влаги попадало на стены. В качестве защиты от влаги также используется внешняя отделка фасада. Она необходима и для придания эстетичности постройки. Поскольку геометрия блоков не важнецкая и приходится делать толстые швы прикладки стен. Это если изготавливать стены пустем в отзведении из блоков. Но также как я еще говорил выше, можно возводить стены монолитом. Ну так, значит, в заключении. Зная как сделать блоки, состав, консистенцию, пропорции из опилок и цемента. Имея доступ к недорогому и бесплатному древесному сырью, опилке или стружке. Можно сэкономить на строительных материалах для возведения теплого частного дома, дачи, хозяйственной постройки или гаража. Ну а если покупать, готовые опилкопитонные блоки также экономический выгод. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все. Всем спасибо. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал.